Всем привет, с вами Priya. 8.1 уже достаточно скоро и Blizzard обеспокоены проблемой выживаемостью некоторых танков. Некоторые слишком слабы, некоторые слишком сильны, и поэтому делаются просто феноменальные правки, феноменальные ки-либо исправления насчет этого. Рассмотрим абсолютно всех танков, а именно их изменения в патче 8.1. Начнем же. Первый по списку у нас друид в мишке. Собственно весь дамаг абсолютно повышен на 12%, это не особо усилит его в плане поглощения урона, но все же дамагать будет приятнее. Также тревожный рев, когда его уменьшен. Ну и на 30 левеле талантов на второй строчке появляется вихрь Урсола, который есть по умолчанию у арестор друидов. Это весьма интересно. На самом деле, будет ли он юзаться? Конечно же, скорее всего, да. Далее. Рыцарь смерти, ветки, кровь. Ветеран третьей войны теперь не дает повышения брони на 15%, но костяной щит повышает броню дополнительно на 10% от показателя силы. Ранее было 40%, теперь 50%. Весьма неплохо. Хорошо. Далее. Буря костей. Отхиливает нас на 15% в секунду. Ранее она строилась таким образом, что мы получали отхил 3% за каждого пораженного противника в секунду. Примерно равно получается... Ну 15 делить на 3, 5 мобов. Если мы пулям более 5 мобов, то уже как-то в минус нам это идет. Но посмотрим на самом деле. Хорошо. Далее. Воля мертвых. Теперь срабатывает при хп менее 30% и понижает входящий дамаг на 30%. Ранее оба этих числа были равны 35%. Демон хантер. Танк. На удивление, без изменений. Это очень интересно. Пошатывание немножко изменено. Теперь меньше дамага в него вписывается. Также отвар железной шкуры. Тоже чуточку изменен касательно пошатывания. Окей. Далее. Паладин. Танк. Переделан. Получается свет мученика. И... Просто описание переделано. Интересно на самом деле. Окей. Далее. Воин. Защита. О, вот это весело. Стойкость к боли теперь не имеет ГКД, но имеет само по себе полусекундный кулдаун. Хорошо. Блок щитом имеет кулдаун в 16 секунд. Ранее 18. Прекрасно. Далее. Пассивная способность. Защитник. Защита. Окей. Повышает выносливость на 45% вместо 40. И арморка повышается на 55% от силы вместо 50. Ну, то есть по 5% стамины и по 5% силы бафнули. Хорошо. Теперь отдельное рассуждение по поводу именно брюмастеров, монахов. И конкретно речь пойдет о ДК, ветке кровь. Собственно, что в текущий момент имеет брюмастер? Рассматривается здесь 381 монах с показателем ловкости в 5400. В текущий момент на лайве, то есть на версии учетных серверов, 8.01 почти 63% стагера. При прожатом отваре почти 86%. Что будет на 8.01? На 8.01 будет так, что без использования отвара мы будем иметь 59% входящего урона, будет переходить в пошатывание. А при выпитом отваре в 84%. Тут 3% разница, тут 1 и 25%. Это не такие уж прям большие изменения в механике монаха. И никак это особо не повлияет на выживаемость. Просто наберем побольше ловкости и восстановим процент до былых значений. Все-таки итем левел повышается в 8.01 и все это можно идеально сделать. Ну и к тому же небольшая шутка расписана. То, что с суммарным нерфом получается всего лишь монах в лицо будет принимать на 1.5% больше дамага. Как вы считаете, этот нерф слишком ли доминирует для дальнейшего использования его? Ну, к примеру, в мификульдире. Отпишите это в комментариях. Ну да, это шутка какая-то. Просто нерф танков вроде бы планировался именно монкой ДК. А в итоге это не нерф, это смех полнейший просто. Далее. Рассматривается 379-й блат ДК. Так, что мы видим? Мы видим то, что базовый его армор 41,8%. При, получается, в сжатом костяном щите 51,78. Уменьшение дамага входящего. На ПТРе получается так, что без сжатого костяного щита, из-за того, что в ветеране третьем войны убрано повышение брони, мы понижаем по себе входящий дамаг всего лишь на 38,43. А при прожатом костяном щите на 8,1, так как он теперь дает 50% от показателя силы, показатель брони, то дамаг понижается на 51,67. То есть разница в 0,1%. Это нерфы? Нет, это не нерфы, это смех какой-то. В общем, продолжаем играть на ДК, продолжаем играть на монахах и радуемся жизни. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, играйте на правильных танках, но и не забывайте прокачивать других, потому что до выхода 8,1 еще, ну, по крайней мере, 2-3 недели и может еще многое поменяться. До скорого. Берегите ноги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова